Дубль 2 Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. В Зминогорском районе вновь коммунальная авария. Половина поселка Савушки, а это больше 500 человек, несколько дней остаются без воды. Пятница, суббота, воскресенье и на сегодняшний день, то есть наша часть до сих пор без воды. Не доходит до нас, потому что работает один насос. В течение выходных какие-то работы велись, хотя бы подвоз воды? Нет, нет, самостоятельно. У нас нет ни бригады ремонта, ничего, то есть все с района. Вот у нас есть два человека, заведующий котельный и мастер. Но что они вдвоем могут сделать? Ни техники, ничего. Как пояснили нам в сельсовете, сейчас глава поселка отправилась решать проблему в районную администрацию. Однако о перебои с водоснабжением говорят. Там не редко. С октября отключения происходили регулярно. По вечерам напора не было. Из-за этого стиральные машины жители не включают почти два месяца. По словам сотрудников администрации, ремонт водонапорной башни был давно и мощности старых насосов не хватает. В выходные в Савушках не было не только воды, но и света. Пятничный буран оборвал провода и даже повалил столбы электролиний, рассказали нам в сельсовете. Сейчас электроснабжение восстановлено. В самом Зминогорске, где только неделю назад устранили коммунальную аварию, вновь нет воды. А в отдельных районах города и тепла. Добавим, что за последние недели в Зминогорске произошло уже несколько порывов. Неделю назад губернатор Виктор Томенко призвал найти виновных, которые должны понести наказание. Вплоть до уголовного. В Барнауле ностальгия по мытарству. Певец Сергей Шнуров прокомментировал в своем инстаграме ситуацию с барнаульским планетарием. Напомним, спустя 70 лет здание решено вернуть русской православной церкви. Мы к духовности ментально очень склонны. В Питере, в Москве и в Барнауле страсти так сакрально разогреты. Нет, о планетарии нам храмы, церкви, чаще минареты. В стихе певец иронично высказался на тему ненужности такого светского заведения, как планетарий, необходимости строительства там церкви. К сожалению, Сергей Шнуров не знал, что в Барнауле это единственный планетарий. А вот церковь, которая вернется в это здание спустя 70 лет, станет уже 17-м храмом РПЦ. В мэрии сообщают, что документы на переезд уже оформляют. Планетарий должен съехать до конца года. Но куда точно неизвестно, здания под него сейчас в городе просто нет. Как вариант рассматривается бывший кинотеатр Родина, где сейчас временно располагается театр кукол-сказка. Но нужно дождаться переезда последнего в новое помещение. Еще раньше планетарию предлагали переехать в ДК Трансмаш. Реконструкцию здания оценили в 38 миллионов рублей. Затем посчитали, что за такие деньги проще построить новое помещение. На Алтае стартовал зимний туристический сезон. В пятый раз его начало ознаменовал праздник «Алтайская зимовка». Но на этот раз организаторы решили сделать его главной площадкой туристическую зону «Бирюзовая Катунь». Здесь прошли торжества, конкурсы, народные гуляния. Работала ярмарка ремесленников. По оценкам организатора, в день праздника ее посетило больше двух тысяч человек. А вот тех туристов, что опять же по традиции посетили в эти дни уже ставшее легендарным «Лебединое озеро», ждал сюрприз. В воскресенье сотрудники краевого Минприроды выпустили в озеро самку лебедя. Ее раненую несколько недель назад подобрали волонтеры в Красногорском районе. Ветеринары подлечили ее, посоветовали выпустить птицу в «Лебединое». По их мнению, есть шанс, что ее пара, самец, которого она потеряла после травмы, также зимует здесь и пара воссоединиться. Подробнее о необычной «Лебединой истории» любви и расставании, а также о том, удалось ли переселить алтайскую зимовку на лоноприроды, смотрите репортаж Ильи Кочеткова в вечернем выпуске. На Алтае сегодня стартовала декада инвалидов. Только в нашем регионе людей с ограниченными возможностями здоровья более 180 тысяч. Они вновь решили доказать, что способны на многое, а главным их лекарством является творчество. Например, сегодня на фестивале «Свет нашей души», который в данные минуты проходит в концертном зале «Сибирь», много песен, танцев и театрализованных постановок. Это при том, что некоторые участники плохо видят, не слышат и не говорят. Здесь же организована выставка творческих работ инвалидов. Подобные мероприятия пройдут во многих районах края. Новогодний городок в этом году в Барнауле откроют не только на традиционном месте, на площади Сахарова, но и на пешеходной улице Молотобольской. Здесь установят шестиметровую искусственную ель, ледяные фигуры, украсят улицу праздничной иллюминацией. Для детей сделают ледовый лабиринт и две горки. На пешеходной улице оформят фотозоны, будут предусмотрены точки питания. Новогодний городок на пешеходной улице не потребует перекрытия движения транспорта, поэтому его можно будет не разбирать до начала таяния снега, отмечают власти края. В середине декабря в регионе откроют елочные базары. К Новому году заготовят почти 30 тысяч деревьев. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, без осадков ветер. Юго-запад неумеренный, температура в Камнино-Абиславгороде 16 мороза, минус 14 в Алейске и Рубцовске, чуть теплее в Белокурихе и Изминогорске, в Барнауле без осадков, днем около 10 градусов мороза. Это все новости к этому часу. Телефон редакции 722-440. Хорошего вам настроения. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok